Мы всех приветствуем! Сегодня у нас 15 занятие по книге Рава Шерки «Святость и природа». И сегодня мы продолжаем разбирать тему библейской критики. В прошлый раз у нас был общий обзор этой методики. Также мы говорили о том, что важно учитывать личность, к которой обращается текст, что, по мнению Рава Шерки, и библейская критика совсем не учитывает. Говорили о том, что эпоха Танаха отличается от нашей, и что из этого следует. А сегодня мы подробно разберем все аргументы библейской критики и один за одним их опровергнем. Итак, аргументы библейской критики. Вот они все на экране. И подробно сначала разберем, что библейская критика утверждает. Итак, отличия в стиле. Стиль книги «Берешит» не такой, как стиль книги «Шмон». И также внутри глав каждой книги может меняться стиль. Также мировоззрение может меняться от книги к книге, от главы к главе. Иногда то, что восхваляется в одном месте, осуждается в другом и так далее. Все, кто читал Танах, разные книги, в этом может убедиться. Например, в недельном разделе «Межпатим» говорится «Первенцы из сынов твоих отдавай мне», имея в виду человек. То есть Тора сравнивает первенцы человека с первенцем скота. А в разделе «Китиса» говорится всякого первенца из сынов твоих выкупай. Мне нужна бумага. Это бумага? Что раздел «Межпатим» был написан автором, который поддерживал человеческие жертвоприношения. А раздел «Китиса» написал другой автор, который был против человеческих жертвоприношений. Теперь отличия в фактах. Примеры. В недельном разделе «Лех-Леха» говорится, что египетское изгнание будет длиться 400 лет. В книге «Шмот» мы видим, что срок изгнания был короче. Примерно вдвое. В книге «Шмоэль-Алиф» в 10 главе рассказывается, что Шауль был коронован народом после церемонии бросания жребия. А в 9 главе до этого сказано, что пророк Шмоэль втайне помазал Шауля на царство, когда Шауль искал ослиц и встретился со Шмоэлем. Повторы. Тоже важная вещь. В первой книге Берешит описывает сотворение мира. И сразу после этого во второй главе описывается сотворение мира второй раз немного по-другому. То же самое с рассказом о потопе, о сватовстве Ицхака и со многими другими историями. Во-первых, возникает вопрос, для чего нужно рассказывать одну и ту же историю дважды. А во-вторых, в этих рассказах есть противоречия. И по мнению библейской критики, повторы доказывают наличие разных версий в различных источниках, которые были объединены потом в редакторе писания. Следующий пункт. В книге царей описывается, как в дни царя Йошиягу в краме был найден свиток Торы. Когда Тору прочитали перед царем, он был потрясен, разорвал свои одежды. Из этого делается вывод, что Тора до этого времени не была известна. То есть они нашли этот свиток впервые. До этого у евреев Тора не было, по мнению библейской критики. Следующий важный пункт. Влияние мировой культуры. В ходе археологических раскопок в Вавилоне был обнаружен свод законов Хамурапи. Это законодатель, который жил примерно в эпоху Авраама. И законы Хамурапи содержат формулировки, очень похожие на формулировки Тора. Такие, как «если бык одного человека ранит быка другого человека», или «глаз за глаз», «зуб за зуб» и другие. Отсюда возникла гипотеза, что авторы Торы просто скопировали законы из более древних законодательных книг. Точно так же сравнивают псалмы с ханаанскими песнями того же периода книгу «Притч» с аналогичной египетской литературой, книгу Йова с литературой того региона и так далее. Ещё одна область, которая, по мнению исследователей Писания, свидетельствует о влиянии мировой культуры, это имена Бога. У Ханани главный Бог носил имя Эль. Поэтому они предполагают, что имя Эль имеет корни в ханаанской культуре. У египтян был Бог с именем, похожим на Шадай. И имя Юдхей-Вавхей тоже нечто похожее было у божества из Медьян. Такое странное утверждение, хотя тут же Раф Шерки пишет, что оно не доказано, как потом оказалось. То есть основное утверждение последователей библейской критики состоит в том, что во всём Танахе можно найти различное влияние мировой культуры на культуру Израиля. Следующий пункт – археологические находки. Здесь имеются в виду те находки, которые противоречат рассказам Танаха или, по крайней мере, не подтверждают. Тут очень много примеров. Например, в книге Йошуа описывается падение стены Ерехона, а раскопки в этом районе обнаружили стены, которые упали за 500 лет до прибытия в страну Йошуа-бен-ну. Или в книге Берешит упоминается, что у Авраама были верблюды, но Авраам жил в XVIII веке до Новой эры, а верблюд был одомашним в XIV веке, по оценкам исследователей, то есть через 400 лет только. Также в книге Берешит упоминается плештинский царь Авимелих, хотя плештин или филистимлине прибыли в страну Кнан примерно через 400 лет после эпохи прадцев. И здесь можно добавить еще много примеров. И последний пункт нестыковки во времени. По утверждению библейской критики, Танах в некоторых местах приводит описание, относящееся к более позднему периоду. В книге Берешит, например, когда описывается, как Авраам преследовал царей, сказано, преследовал их до Тана. А в книге Судей Шофтим прямо говорится, что город Дан получил свое имя после того, как колено Дана завоевало его. А до этого он назывался Лаиш или Лэшем. В книге Йошуа. Тогда непонятно, как Муше мог писать об этом месте, называть его Дан в Торе, если это произошло за несколько веков спустя, даже исходя из самого Танаха. Это вот семь пунктов, которые, утверждая библейская критика, доказывают, что Тора была сочинена людьми разными и так далее. Это вот, что касается их утверждений. Есть какие-то комментарии или вопросы? Пока что у меня нет. Просто все правильно перечислено. Пойдем дальше, посмотрим, какие дальше аргументы и к чему и как они соотносятся. Я только хочу сказать, что здесь есть огромная разница между тем, для меня, по крайней мере, самое главное, что все эти вопросы, они для меня совершенно отдельны от смысла Танаха. То есть смысл, который мы получаем из Тары и из Танаха, это, мне кажется, очень важно. Этот смысл совершенно не связан с тироскопками. Было это физически, так или не было, сочинено это людьми, или это дано свыше. Смысл как бы не очень меняется. Другой вопрос, что дано свыше, это означает, что, означает статус Тары, это отдельная вещь. Но дано свыше, может быть, дано через людей. В этом тоже нет никакой проблемы. То есть прежде всего для меня, то есть при всех деталях, которые мы будем дальше обсуждать, самое главное для меня, что от всех этих вопросов, что когда точно было одомашнено, смысл-то не прибавляется, только может уменьшаться. Это все равно, что мы хотим изучить человека. Ну, давайте его разрезать на куски, давайте смотреть, как он устроен, какие там у него жилы, какие у него кровь течет. Это все интересно, только человека понять так нельзя совершенно никогда. Человек – это нечто другое, чем то, как у него устроены конечности и какие у него там биохимические процессы. Поэтому все, весь этот анализ как бы текста наук, как бы даже не обязательно библейской критики, весь этот научный анализ, мне кажется, совершенно ничего не прибавляет и может только убавить понимание смысла. И вот это очень важно. А что касается статуса и смысла статуса является божественным или нет, то божественное может пойти через людей. Какая в этом проблема? Меня слышно? Да, меня слышно? Конечно. Да, отлично. Хочу сказать, что твое замечание, оно, конечно, очень близко к сердцу, которое говорит о том, что перед нами произведение философское, совершенно бессмысленно разбирать его на какие-то физические детали, какая мне разница, когда появились верблюды. Но как бы это очень близко к сердцу. В любом смысле, если ты посмотришь на комментарии, пшатные, например, и не только пшатные, что зачастую все комментаторы, точнее, не все, а честные комментаторы именно строят какие-то обоснования, цепочки именно этих деталей, но не говорят как-то на прогмале про этих верблюдов. Но говорят, а раньше это место называлось так, а эти пришли оттуда, и вполне используют как бы физически, то есть не относятся к ректоре как к некоторой философской вещь, в которой детали вообще не важны, и они не должны состыковываться. Поэтому, мне кажется, просто так отбрасывать и говорить, это не важно, ну почему же не важно? В комментариях очень зачастую используют как раз эти вещи. О, понимаешь, верблюды имеют смысл, а когда домашние верблюды, смысла не имеют в данном вопросе. Понимаешь, были ли у Авраама по-настоящему верблюды, я уж не говорю, потому что это предположение, что верблюды были одомашнены позже, оно уже опровергнуто, и уже найдено, что времена Авраама тоже были верблюды. Но, сама по себе, верблюды существенны, а было ли это физически так или не было, это мне как-то абсолютно безразлично. Ну, опять, смотри, не хочу упираться, тебе безразлично, окей, а кому-то не безразлично. Окей, хорошо. Если в Торе упоминаются какие-то вещи, верблюд называется верблюдом, должно соответствовать, когда появились верблюды. Не называй его верблюдом тогда, либо скажи, что гамаль, который написан в Танахе, либо в Торе, гамаль у Авраама, это не тот гамаль, про который говорится, что он появился в 14 веке до нашей эры. Окей, да, хорошо, но уже, как мы сказали, само предположение это уже тоже опровергнуто, и уже верблюды, в смысле обычных гамалим, уже найденные в минус 20 веке тоже. А потом, можно сказать, что не те гамалим были, пятое и десятое. Ну, не знаю. Окей, пошли дальше. Спасибо. Спасибо, Натан. Все, Андрей, возвращаемся тогда к нашему тексту, да? Мне кажется, тут просто два принципиально разных подхода. Мы исходим из того, что мы уже приняли как бы истинную историю, да? И поэтому нам не важно прошлое. Мы ее принимаем в настоящем. Как она есть, кто ее написал, какие там детали, то есть, это по большому счету ничего не изменит. Но есть люди, да, для которых важно прошлое. То есть, если там что-то поменять в прошлом, для них это все как бы опровергает или наоборот доказывает. Окей, хорошо. Давайте таких людей проанализируем. Ну, вопрос, да, сможем ли мы таким людям что-то доказать. Хорошо. Итак, прежде чем мы опровергнем каждый аргумент библейской критики, мы посмотрим, какие есть подходы, да, в тем, в отношении библейской критики в еврейской традиции. Итак, существует несколько подходов в еврейской традиции в отношении библейской критики. Раф Давид Свихокман, живший в Германии около ста лет назад, написал комментарий на Тору, в котором он опроверг аргументы библейской критики, опираясь на сам текст писания. То есть, это тоже возможно. Второй подход. Раф Мердехай Бройер. Он считал, что мы не должны игнорировать тот логический анализ, который проделали библейской критики. И в изучении Тора следует использовать все доступные нам инструменты, включая и научную логику. Но поскольку мы исходим из того, что Тора дана с небес, их анализу следует придавать другое значение. Например, если первая глава книги Берешит отличается от второй главы по стилю и содержанию, то мы должны принять это противоречие. Но, в отличие от библейской критики, мы будем говорить не о двух разных авторах, а о двух разных каналах божественного управления. Более того, согласно подходу Рава Бройера, библейская критика открыла для нас новое понимание внутреннего смысла писания тем, что дала нам новый инструмент. Насколько я понимаю, то, что есть повторы рассказов, они уже были известны еврейским мудрецам. И они это как бы использовали. Но Рав Бройер сделал это методом. То есть, он взял еще другие различия в стилях, другие повторы, и стал их специально искать и из них находить как раз новые смыслы, что мы можем извлечь для себя, глядя на события или на идеи в этих двух или более перспективах. Это подход Рава Бройера. Третий подход Рав Тви Гудакук, который, в отличие от двух предыдущих авторов, не упоминал аргументы библейской критики и не считал нужным заниматься ими. Однако, в своих беседах по недельным разделам он показал, что объективный подход к Танаху раскрывает его внутреннее единство и взаимозависимость его частей. Например, Вильхаузен указал на тот факт, что книга Шмотт в основном посвящена божественному присутствию в мешкане, а книга Ваекра жертвоприношения. Из этого Вильхаузен сделал вывод, что книга Ваекра не была написана автором книги Шмотт. Ее источником был Жречевский кодекс. Но Рафтфи Иудакук задал простой вопрос. Если строят мешкан, то для чего он предназначен, если не для жертвоприношения? И сам этот вопрос показывает, что при честном прочтении самого текста вина необходимость связи между книгой Шмотт и книгой Ваекра. То есть, они слишком глубоко копают и ставят себе цель опровергнуть и найти вот эти разные источники, поэтому они их, конечно, находят. Но если мы читаем текст, как он есть, прямо честно, то мы видим, что, конечно же, есть взаимосвязь между книгами Танапа. Итак, вот три способа отвечать на аргументы библейской критики, и все три эти подходы верны, и нам нужно решить, какой из них будет наиболее подходящим для опровержения каждого из утверждений библейской критики. Где-то мы будем использовать Рава Бройера, где-то самим текстом опровергать и так далее. Это вот какие есть подходы, и дальше мы перейдем к ответам на аргументы библейской критики. Есть какие-то замечания? Здесь очень важно, очень важно, мне кажется, сказать, что когда мы говорим как бы ответы библейской критики, то мы на самом деле ее не опровергаем, а мы ее используем. Этот подход, я не знаю, я лучше всего знаю позицию Бройера, и она мне кажется очень важной, который наоборот использовал те материалы, которые наработаны библейской критикой, это не просто повторы, а там гораздо более подробный анализ, повторы, разумеется, уже в Таллубе отмечаются, и использовал это для более глубокого понимания текста. Вот это, мне кажется, очень важным и интересным. То есть мы не занимаемся опровержением библейской критики, мы занимаемся ее использованием того, чего она наработала. А мы не согласны с выводами, потому что от наработок, наработки это объективные факты, а выводы это произвольные идеологические выводы самих исследователей библейской критики. Вот с наработками мы согласны, а с выводами мы не согласны и делаем другие выводы. Но это, мне кажется, самым главным. Поэтому слово опровержение, мне кажется, не самым лучшим. Не опровержение, а отношение к библейской критике. Да, где-то Рафшерки опровергают, но в основном как раз используют ее наработки и делают выводы. мне, честно говоря, такой подход по душе. Честно говоря, вот эти отбивы на уровне можно сказать лавдель, учение как там было Макса справедливое, потому что оно верное. Это божественная Тора, поэтому вообще все это не важно. Мне кажется, это неправильный подход, это плохой отбив. Мне кажется, что если действительно находят какие-то вещи, эти вещи, они скажем так, не то, что они состыкуются, а непонятны с первого взгляда. Что да, мы в отличие от действительно библейской или другой любой критики, которая хочет подвести под эту бомбу, я не знаю, замедленно, замедленно, все это взорвать, мы говорим, нет, ничего не взорвать, нам просто посидеть и подумать, для чего это сделать. Хорошо. Я согласился и корректирую свою фамилиовку в пользу того, что сказал Натан. Отлично. Теперь мы рассмотрим все эти утверждения библейской критики. Итак, противоречия в стиле или в фактах. Есть мнение, что противоречие между стихами или отрывками является доказательством небожественного происхождения Тора. Но на самом деле все наоборот. Если бы в Торе вообще не было противоречия, ее стиль был бы единым, это было бы как раз доказательством того, что Тора не с неба. Потому что автор-человек, если бы это был один человек или один редактор, тогда бы он, конечно, постарался бы избежать этих противоречий и придерживаться единого стиля. То есть, если он там компилирует какие-то источники и пытается сказать, что все это один текст, пришедший из единого источника. Но в Танахе мы такого отнюдь не видим. И поскольку Всевышний он бог всего, а мир полон противоречий и различных оттенков, то естественно, что это отражено и в его Торе. Следующий момент. Мудрецы Кабалы подчеркивали тот факт, что разные части Торы происходят из разных духовных уровней. Например, духовный уровень, духовный корень, духовный корень книги Берешита отличается по своей сути от духовного корня книги Ваикра. И, разумеется, это влияет на стиль, на факты и даже на мировоззрение каждой из книг. Следующий момент. Есть 13 принципов толкования Тора еще в Барайте, это времена Талмуда, один из которых гласит, противоречие между двумя отрывками может быть разрешено с помощью третьего отрывка. То есть, мудрецы уже во времена Талмуда признавали тот факт, что Тора написана таким образом, что есть противоречия в разных местах. И для того, чтобы вынести галактическое решение, необходим третий текст, который их уравнивает. Следующий момент. Повторение отрывков. Следующий пункт. Здесь еще проще. Если бы таких случаев было несколько, тогда можно было бы говорить о различных версиях объединенных редактором. Однако, повторы встречаются на протяжении всей Торы или всего Танаха, что указывает как раз на то, что Писание использует вот эти повторы как метод. Повторы, да и противоречия между ними в детали. Теперь, как это объясняют еврейские мудрецы? Раф-Иудакук объясняет, что Тора стремится объяснить каждую идею с двух сторон. Объективной и субъективной. И этот подход прослеживается на протяжении всего Танаха. Сначала нужно ознакомиться с общей идеей в ее абсолютной и полной форме, а потом с ее деталями и реализацией. Точно так же в описании событий есть две стороны. Имеет смысл увидеть событие со стороны высшего проведения, а затем увидеть ее со стороны человеческого выбора. У нас был целый пункт, мы даже, по-моему, два урока разбирали, что есть с одной стороны Всевышний знает все, управляет всем, с другой стороны у человека есть выбор. Это противоречит одно другому принципиально. Но Тора как раз это использует как метод, чтобы с одной стороны показать какую-то историю или какую-то идею со стороны божественного проведения, управления, и потом показать то же самое, как оно осуществляется с точки зрения того, что у человека есть выбор. Этот прием имеет также воспитательное значение. Когда человек размышляет о высшем проведении, о действиях людей, он привыкает видеть, что проведение взаимодействует с разными человеческими решениями, а также случайностями в повседневной жизни. Именно это противоречие между всезнанием Бога и выбором человека, он размышляет над этим в своей жизни, как это взаимодействует, и видит, как это в Торе, параллельность и взаимодействие двух противоречивых принципов, как это работает. Это также важно, когда мы смотрим на события в истории, в политике, в нашей жизни. Ярким примером этого служит вопрос о том, кто создал государство Израиль. С одной стороны, было движение за возвращение в Сион, была мечта Герцеля, были разные события, декларация Бальфура, то есть разные объективные события на земле. А с другой стороны, есть обещание, которое дал Бог Аврааму, оно осуществилось. Кто создал государство Израиль? Вот эти все события, которые мы можем проследить, что из чего следовало, какие действия делали евреи, что им способствовало, что им мешало, и так далее. С другой стороны, мы видим в этом реализацию обещания данного Авраама. Кто же создал Израиль? На самом деле, оба ответа верны. И чтобы рассказать о создании государства, нужно рассказать обе эти истории, которые, по сути, являются одной историей. Раф Бройер выбрал немного иной путь объяснения повторений истории. И в этом он следовал подходу мудрецов Кабалы, которые мы упоминали выше. По его мнению, когда Тора повторяет одну и ту же историю, она хочет раскрыть нам другой уровень божественного управления, что есть у нас человеческие выбор, есть божественное управление, но этого божественного управления у него есть разные уровни. И Тора может нам описывать одно и то же событие с точки зрения этих разных уровней управления, воздействующих на реальность. Например, в истории Ноаха почти все детали повторяются дважды. Предупреждение о потопе, повеление привезти животных в ковчег, строительство ковчегов, вход в ковчег и так далее. Раф Бройер объясняет, что в одном рассказе Тора описывает божественное управление судом, а в другом управление милосердием. И то, что произошло в итоге, стало сочетанием вот этих двух форм управления. Следующий пункт, странные отрывки. Тут нужно разбирать каждый случай отдельно. У нас был пример с свитком Тора, который нашли в нее Шияму. Рассмотрим этот пример. Сам контекст рассказа, что есть царь Йошиягу, есть пророки, есть храмы, есть страх наказания, когда они разорвали одежду, найдя этот свиток. Все это говорит о том, что вера в Бога Израиля и порядок служения ему были уже известны на тот момент. Но библейская критика утверждает, что сыны Израиля лишь формально исполняли ритуалы и не соблюдали заповеди, поскольку Тора не была им известна. Тогда возникает вопрос, если Тора не была им известна, как мог существовать храм? Если сыны Израиля знали, как строить храм, то можно предположить, что им были известны остальные заповеди. Храм у них уже был на тот момент. Более того, при внимательном чтении текста становится очевидным, что Тора была им знакома, поскольку священник, который храме. То есть они уже знали, что такое Тор, что это за свиток они нашли. Здесь говорится о конкретной известной книге, о книге, написанной Моше за 800 лет до этого. И тогда вопрос, если книга была известна, почему она была утеряна, почему ее нашли? Ответ на это относительно прост. Речь идет о времени правления Йошиягу, которому предшествовали десятки лет преследований Коэнат по приказу Минаша. И видимо, во время гонений особый свиток Тора был спрятан, а место было забыто. И когда свиток в итоге нашли, народ охватило большое волнение. А Йошиягу использовал это радостное событие, чтобы убедить народ оставить идолопоклонство. Вот простое объяснение, к которому может легко прийти любой непредвзятый читатель. По этим трем пунктам есть какие-то вопросы, замечания? Мои стремни нет. Ну тогда пойдем дальше. Влияние мировой культуры, и тут все намного интереснее. Это более обширная и глубокая тема. Раф Кук рассматривает этот вопрос в книге Эдер Хаяка и дает три объяснения. Во-первых, несомненно, что в древние времена были праведные люди из народов мира. И они оказали влияние на свое поколение. И в Торе они упоминаются. Шем, Эвер, Ханох, Метушелах. Они упоминаются как правильники, служившие Богу. Тогда можно предположить, что их влияние нашло выражение в древних сводах законов. Поэтому, когда мы находим законы, похожие на законы Торы в мировой культуре, то тут нет ничего удивительного. Наоборот, это признак того, что служение Богу оказало влияние на культуру. Вот такой интересный довод. Ты знаешь, я это понимал иначе. То есть, просто, что культура дошла до определенной стадии развития. И более того, там Шеки, мне кажется, всегда подсчетивал, что культура, что пока нет достаться на числа праведных людей в мире, пока нет хаммурапи, пока нет представления о справедливости, не может прийти Абрам, то есть, святость. То есть, это не влияние все-таки религии на культуру. Это общее параллельное развитие. Ну, одно дело есть развитие общества, которое на каком-то этапе становится готовым к принятию Торы. И эту готовность выражает то, что у них есть какие-то моральные законы. Но здесь говорится, что на вот это общество, на развитие этого общества влияли как раз вот те праведники отдельные, которые упоминаются у нас в Берешетке. Окей. Хорошо. По-моему, необычная идея. О, окей. Может быть. Может быть. Так, следующее объяснение Рава Кука. Маймонит, путеводителя растерянных, приводит принцип, который гласит, Тора идет вместе с человеком, с его различными склонностями. Например, он объясняет, что закон о жертвоприношении предназначены были для того, чтобы заменить языческие культы. Но возникает вопрос, почему Тора не запретила их, если они должны отмениться в будущем, по мнению Маймонида. И он считает, что причина в том, что нельзя требовать от человека полностью изменить свое поведение, отказаться от своих наклонностей и прежних привычек. Поскольку человек нуждается в ощутимых проявлениях близости к божественному, то, что было у древних язычников. У них были приношения, какие-то ритуалы, какие-то шоу, то есть для них это было что-то такое ощутимое. И поэтому если им сказать, что там Бог трансцендентный, что вот это все как бы не нужно, то это все как бы не будет держаться, потому что это идет в разрез с представлениями о божественном, о высших силах, которое тогда было у всего общества на тот момент. И поэтому Тора заповедовала приносить жертвы в служении Всевышнего. По мнению Маймонида это был такой временный переходный этап. И вот цитата из путеводителя растерянных. Я тут ее немножко вкратце, чтобы она уместилась, привел, прочитаю всю. «Невозможно сразу перейти из одной противоположности в другую. Природа человека не позволит ему резко оставить все, к чему он привык. И когда Бог послал Моше, чтобы сделать нас царством священников и народом святым через познание Бога, а бы через распространенный во всем мире в те времена, и к которому мы привыкли, и к которому были воспитаны, он состоял в том, чтобы приносить жертвы животных в святилищах, в которых стояли образы, распростираться перед ними и воскурять перед ними благовония и так далее. Возвышенная мудрость Бога, ясно проявленная во всем творении, не повелела нам отвергнуть все эти виды служения, оставить и отменить их, ибо в те времена невозможно было помыслить такое, это противоречило природе человека, который всегда придерживается того, к чему он привык. В те времена это произвело бы такое же впечатление, как если бы сейчас пришел пророк призвать нас к служению Богу и сказал, Бог заповедовал вам не молиться ему, не поститься, не взывать к нему в час беды, вы должны служить ему только мыслью, без каких-либо действий. Вот такая интересная мысль, что насколько я помню, у Моэммониды сказано, что то, что для нас сейчас является естественным, обращаться к Богу в молитве. В Танахе мы видим, что это делают только пророки. Для них естественная связь с Богом это жертвоприношение, что для нас совершенно непонятно. И точно так же мы можем предположить, что в будущем разговор с Богом он будет как раз каким-то неестественным, потому что Бог будет проявляться непосредственно в реальности, в нашем сознании. И вот эти тексты молитвы, которые даны нам традицией, они могут наоборот звучать как оскорбление, потому что мы сокращаем, ограничиваем Бога этими определениями, именами, которые мы ему даем. То есть теоретически такое можно представить, что вначале жертвоприношение, сейчас молитва, а потом уже будет какое-то невероятное раскрытие, когда уже и молитвы, и тексты будут не нужны. И таким образом, чтобы нас к этому привести, то рак как бы подстраивается под человека и дает ему постепенно направлять его к той цели, к которой она направляет. то есть можно продолжить эту мысль и добавить, что Тора была дана на фоне определенной культуры, которая возникла из вот этих различных склонностей человека. И Тора сохранила эти склонности и добавила к ним моральные акценты, чтобы возвысить человека. Еще один пример ливератный брак. Нахманит объясняет, что этот обычай существовал еще во времена праотцев. А это видно из действий Иуды, который позаботился о ливерате своих сыновей Эра и Онана. Тора сохранила этот обычай ливератного брака, но внесла в него два изменения. Первое. В эпоху праотцев ливератный брак действовал в отношении всех родственников. И это мы видим, что Иуда в итоге женился на своей невесте. Тора ограничила ливерат только братьями умершего. И второе изменение в том, что в днепрадцев родственники не могли отказаться от ливерата, а Тора разрешила такую возможность. Поэтому есть какие-то замечания? Окей, это все понятные и правильные ответы. И третье объяснение Рава Кука заключается в том, что Тора Всевышнего это Тора всего человечества. Сказано в Талмуде «Возлюби ближнего твоего как самого себя». Раби Акива говорит «Это великий принцип Торы». Бен Азай говорит «Вот книга «Родословие человека». Принцип больше этого». По мнению Бен Азая Тора раскрывает внутреннюю суть души всего человечества. Поэтому искры Торы находились в человечестве еще до дарования Торы на горе Синай. И поэтому в законах народов, в их обычаях, в различных культах находились искры Торы. И поэтому дело не в том, что Тора Муше скопировала эти законы и обычаи у народов мира, но эти законы и обычаи попали в Тору и в культуру народов мира из одного и того же источника, из божественного в человеке. По-моему, нечто подобное есть у Равашкинася, что вот это знание, которое было у Адама, оно разбилось и осколки его оказались у разных народов. И поэтому оно проявляется в виде каких-то законов, в виде каких-то обычаев. И потом оно уже проявляется, находится в Торе уже в более правильном виде, как надо. Есть метраж. Яков был достоин того, чтобы Тора дана была через него, но его поколение не было достойно. Что такое поколение Якова, когда у нас на тот момент был только Яков и 12 его сыновей? Поколение Якова это все человечество, значит. То есть оно не было достойно того, чтобы во времена Якова была дана Тора. И отсюда вывод, что в поколении Моше, когда Тора была дана, значит, народы мира удостоились этого. Поэтому Тора была дана именно в этом поколении. То есть человеческая культура была достаточно развита, чтобы Тора в том поколении была дана Израилю. А этот Медраж также объясняет особую связь Итро с дарованиям Торы. Почему важно, что пришел Итро, и только после этого даровано Тора, и недельный раздел называется Итро, который описывает дарование Торы. невозможно говорить о даровании Торы без представителя развитой части человеческой цивилизации того времени. То, что услышал Итро и пришел, это как бы знак, то поколение готово, что человечество готово, что там есть такие люди, как Итро. Это такой как бы знак. Значит, можно давать Тору. Сторонники библейской критики считают, что некоторые их аргументы отрицают божественное происхождение Тора. И действительно они вызывают резкое неприятие в религиозных кругах. Но по сути многие из этих аргументов могут быть вполне приняты верующими. Например, рассмотрим их утверждение о том, что еврейский монотеизм возник в результате культурного влияния народа этого региона. Но такое же утверждение, хотя в другой формулировке, можно найти в словах еврейских мудрецов. Например, есть Таргум на шмот 2.21, который рассказывает, что посох Моше, которым он совершал знамение, изначально был посажен в саду Итро. Итро пообещал отдать свою дочь в жены тому, кто сможет вырвать его. Многие пытались, но не смогли, пока не пришел Моше и не вырвал его с корня. Это был посох Моше. И на нем было написано четырехбуквенное имя Всевышнего. Смысл этой истории в том, что был Итро, человек из народов мира, у которого был вот этот посох с четырехбуквенным именем. Смысл истории в том, что знание об этом имени имелось и развивалось в Доме учения Итро. Хотя Авраам был первым, кто призвал этим именем Бога, но человеческая культура также участвовала в развитии веры в единство. И поэтому, когда библейская критика утверждает, не имея достоверных источников, что четырехбуквенное имя Бога происходит из Медьяна, она неосознанно выражает позицию мудрецов. Более того, Рафшерки находит вот эту самую святую интуицию, так называемую, в библейской критике. То есть, она пытается опровергнуть, ставит цель опровергнуть божественное происхождение Торы, находит всякие аргументы, но мы, наоборот, можем видеть в них доказательства, вот эту интуицию. То же самое проявление вот этих искр Торы, знания, которые были у Адама решены, которое проявляется в том числе и через библейскую критику, и она может нас многому научить. Из этого выходит еще одно открытие. Часто в идеях библейской критики проявляются подлинные интуиции святости. Например, сторонники библейской критики утверждают, что Иошуа завоевал землю Израиля с помощью остатков колен Ифраем и Минаши, которые не спускались в Египет, а жили в Шхеме. И они основывают это на том, что завоевание города Шхем не упоминается книге Иошуа. Если так, тогда можно предположить, что в Шхеме уже жили евреи, и они как раз помогали Иошуа-бенуну в его завоевании. Можно доказать, что это утверждение фактически неверное, можно доказать из Писания. Но если мы посмотрим с другой стороны, то увидим, что в нем скрыта правильная интуиция. Дело в том, что связь народа Израиля с землей Израиля во время изгнания проходит через Рахель и Иосиф. Через Рахель, как сказано, Рахель плачет о сыновьях своих, удержи голос свой от плача, глаза свои от слез, вернутся сыновья в свои пределы. А также через Иосифа это уже согласно учению Кабалы, что собирание изгнанников зависит от качества Иосифа, качества Иосифа, И поэтому интуиция библейской критики верна. Потомки Иосифа и Фраима Минаша, которые остались в Шхеме, а Шхем это город Иосифа, они как раз держат связь народа Израиля с землей Израиля во времена изгнания. То есть, то, что они хотели опровергнуть, как говорится, попали пальцем в небо. То есть, вот эту фигуру Иосифа, которая, согласно Кабале, она тем же самым и занимается, вот этот Иосиф. Это что касается влияния мировой культуры по статье Рава Хук. Есть какие-то замечания? Я думаю, что действительно надо к общему всему пониманию то, что мы согласились с Натаном, что это нужно все использовать, добавить то, что диалог с библейской критикой именно не в состолкновениях кто кого победит в кулачном бою, а диалог с ней. Ее использование должны сильно повлиять на религиозных в уменьшении такого самомнения, что мы все это можем легко опровергнуть, что здесь есть серьезные доводы и выводы неверные, это само собой, но доводы выкидывать никоим образом не стоит, и тем более не стоит сказать, что мы можем доказать наоборот. Вот доказать наоборот мы ничего не можем. то есть то, что мы не согласны, это наша позиция, а не наше доказательство, и что мы их опровергли. И вот это, мне кажется, очень важно. Да, согласен, согласен. Теперь перейдем к археологии, но тут все сложнее и противоречивее. здесь библейская критика просто поверхностна, пишет Рапшеркин. Рассмотрим, например, утверждение о верблюдах, которых отомашили в 14 веке до новой эры, Авраам жил на 4 века раньше, и у него были верблюды, как видно историю. Еще несколько лет назад было нечем ответить на это, но недавно в Турции была найдена надпись, датированная 18 веком до нашей эры, до новой эры, в которой говорится, принеси порцию корма для верблюда. А этот документ явно указывает на то, что верблюды были одомашнены еще во времена Авраама, и, следовательно, книга Берешит опять оказалась достоверной. Однако, мы должны задать острый вопрос. Если у нас есть древний текст, из которого следует, что верблюд был приручен уже в 18 веке до новой эры, этот текст, книга бытия, одна из культурных основ значительной части человечества, тогда почему же мы исходим из предположения, что книга бытия недостоверный источник, а затем доказываем его достоверность, опираясь на случайно найденную турецкую надпись, вместо того, чтобы изначально использовать книгу Берешит, как доказательство того, что верблюд был приручен уже во времена Авраама. Такой вопрос задает Равшир. То есть, все вот эти археологические находки, сегодня что-то нашли, оно опровергло, завтра нашли другое, оно опровергло опровержение и так далее. Ну, знаете, знаешь, все-таки я не согласен, что мы можем опровергнуть на основании книги бытия, потому что все-таки текст книги бытия у нас передан по традиции, а вот физического текста, датированного в 14 веке, у нас все-таки нет. А здесь мы в Турции находим надпись, которая физически датирована минус 14 веком. И это, конечно, с точки зрения как бы такого объективных доводов гораздо более сильно, чем книга бытия. Другое время, другая вещь, что действительно наука себя все время пересматривает сама себя, и поэтому делать выводы какие-то из сегодняшнего состояния науки совершенно невозможно. Сегодня наука считает, что блюда были одомашними, допустим, минус там 14 веке, Авраам жил в минус 18-м или минус 20-м. Вот противоречие. Окей, но это сегодня наука считает, завтра она может считать по-другому, завтра наука будет другой. Вот это, мне кажется, общий принцип, который очень важен. А то, что какой-то надпись действительно физическая минус 14-го века большее доказательство, чем книга бытия, здесь, мне кажется, это совершенно точно. В смысле, так сказать, людей с научным мышлением, а не религиозным, которое мы обсуждаем. Ну, а это доказывает время приручения верблюдов, да? Но это не доказывает, конечно, небожественное происхождение тут. Конечно, конечно. Я согласен. Это опровержение довода против Тары. Конечно, никак не доказывает Тару. Вообще доказать Тару невозможно. Мы занимаемся только тем, что мы говорим, что все эти научные доводы, они все недостоверны. Вот, половина из них опровергнута, а те, что еще не опровергнуты, может быть, будут опровергнуты завтра. То же самое можно сказать и о стенах Ерихона. Если находят остатки стен, которые внезапно обрушились за 500 лет до завоевания Йошуа Бенуна, может быть, это свидетельствует о том, что археолог не знает, как точно датировать стены, а не о том, что Татанак недостоверен. Также в отношении города Ай утверждается, что он был уже разрушен, когда пришел Йошуа. Но, может быть, этот найденный разрушенный город вовсе не Ай. И действительно, в других раскопках в этом регионе был обнаружен еще один пол недалеко оттуда, и на нем было поселение времен Йошуа. Иногда последователи библейской критики доходят до абсурда в попытках обосновать свои предположения, особенно, когда археология подтверждает тех Татанак. Одна из школ библейской критики утверждала, что колено гада никогда не существовало. Но перед ними встала проблема. На стиле Меши царя Муава, найденный за Иорданом, описывается убийство 30 тысяч человек с колена гада. После этой находки, чтобы защитить свою теорию, они объяснили, что имя гад, высеченное на стелле, не относится к колену гада. Точно также они пытаются утверждать, что царь Давид никогда не существовал. В ходе археологических раскопок была найдена надпись периода первого храма когда исследователи стали утверждать, что это слово не Давид, что его следует читать иначе. Следующий пример. Несколько лет назад в Северной Сирии был найден целый город под названием Эбла. Древний город, существовавший в эпоху до патриархов. Имя царя этого города Эвер. Также были найдены записи других имен Авраам, Ишмаэль, Яков, еще одной странной находкой в городе Эбла были имена Содом, Гамора, Адма и Цвоим и также подобные сведения о торговых связях с этими местами. Библейская критика всегда считала, что история с разрушением Содома и Гамора была выдумкой и таких городов никогда не существовало. А это открытие заставило ученых признать, что эти города действительно были. Недавно нашли жертвенник на горе Эйваль. Прошло много времени, прежде чем большинство ученых согласились признать, что это жертвенник времен Йошуа Бенун, поскольку до этого они считали, что Йошуа Бенун никогда не существовал, а тем более жертвенник для поклонения Богу. Археолог, который нашел этот жертвенник, был поражен открытием, которое заставило его признать, что Йошуа Бенун существовал. Этот исследователь заслуживает похвалы за свою интеллектуальную честность, которая позволила ему смело отстаивать свое мнение перед лицом серьезной критики со стороны научного сообщества. И это еще одно доказательство того, что гораздо разумнее обратиться сначала к живой традиции Танаху и предположить, что он является основой, из которой можно черпать достоверную историческую информацию, а не наоборот. Это что касается пункта археологии, для меня не очень убедительно, потому что опять же Равширки приводят одни археологические находки и на них делают из них выводы, а библейская критика другие. Насколько я интересовался этой темой, там действительно, что вначале все эти археологи были последовательными христианами и так далее. Поэтому они искали с целью доказать то, что было в Танахе. И потом пришли следующие археологи, которые все это увидели и стали наоборот искать с целью опровергнуть. То есть, если там раньше археолог находит какой-то город, он относится к Давиду, к Шлому и так далее. То есть, он уже предвзятый. И потом следующие исследователи нашли ряд несостыковок и они тоже начали искать уже с такой же предвзятой, но противоположной идеей. Поэтому это такие подтасовки, я не знаю, тут только профессионал, мне кажется, может эти все моменты разбирать и что-то доказывать или опровергать. Кто как думает? Можно два слова непрофессионала? Давай, Миша. Я считаю, что Тора очень духовное, многогранное и глубокое святое описание и применять сюда науку вообще как бы очень скользкий путь. Это чисто мое мнение, я могу быть неправ. Что касается археологии, любой научный метод, любую диссертацию можно опровергнуть. Кто сказал, что верблюдов приручили тогда-то. Раскопают кости через 5-10-20 лет и докажут, что эти кости более древнего верблюда, который существовал задолго до того, что доказали ученые. Поэтому археология очень скользкая и очень такая неконкретная наука. И радиоуглеродный метод опровергают, и любые методы датировки можно научно 100% опровергнуть. Речь же идет о духовной безграничности Торы, а не попыток ученых ее как-то под научным углом рассматривать. Спасибо, извините. Да, согласен. Об этом и речь. Пинхас, не слышим. Это все хорошо, но мы с самого начала сказали, что вы скажете, для меня это несущественно вообще. У меня мы вызывали задовод, что для нас это несущественно, окей, а для других это существенно. И поэтому нужно смотреть в комплексе, не оставляя просто так, что да, это у нас чисто духовно и все. Я сказал, главное, что это мало что добавляет для меня и в этом смысле, поэтому мне это менее интересно. Но, как Натан сказал, что для тебя мало добавляет, а для других добавляет. Если ты не будешь это рассматривать, значит, эти люди все уйдут из иудаизма и поэтому изволи рассматривать. Но еще важно, что когда мы это рассматриваем, мы несколько избавляемся от самонадеятельности, что мы можем доказать. Мы можем сказать, нам нужно осознавать, что наш религиозный подход это не истина, это выбор. Мы выбрали смотреть на Тару так. Если хочется сказать на иначе, окей, мы тоже можем обсудить. Вот это, мне кажется, очень важно. Насколько я понимаю, это не совпадает с позицией Рава Шерки, которая состоит в том, что это все нужно доказать. Можно и нужно доказать. Ну, окей, я не согласен, что это можно доказать. Я считаю, доказать здесь ничего нельзя. Натан, слушаем. Я думаю, что тебе есть, что сказать. У меня тут заход солнца. Две секунды, солнце уходит. Я подключусь. Две секунды, сори. Хорошо. Окей. Ну и последний пункт нестыковки во времени. В большинстве случаев оказывается, что это вопрос просто интерпретации текста. Что касается названия Дан, в Талмуде прямо сказано, что это название древней формы идолопоклонства. И можно легко доказать, что в дни Авраама было место, которое называлось Дан, по имени идола, которому там поклонялись. В более поздний период этот город получил другое название Лешем или Лаиш. А когда сыны Дана завоевали это место, они вернули ему прежнее название, но не по имени идола, а по имени их отца Дана. Это подчеркивается в тексте Писания. И назвали Лешем Даном по имени Дана их отца, который родился в Израиле. То есть колено Дана вложило новый смысл в старое название города Лешем. Можно заметить, что это вообще общий метод Афтанаха. Каждый раз, когда Афтанахе говорится «И поэтому дали имя место этому такое-то», не имеется в виду, что это причина названия места, а имеется в виду, что найдена новая причина, дающая смысл уже существующему названию. Например, когда Исхак копает колодец, находит воду, он называет его Шива, седьмой. В тексте сказано «И он назвал его Шива, поэтому имя города Бершева». Бершева, седьмой колодец. Имя города Бершева до сего дня. При этом мы знаем, что город Бершева назывался так уже во времена Авраама, а не потому, что Исхак потом выкопал там колодец и назвал его Шива, седьмой. Но Писание хочет подчеркнуть, что теперь город действительно заслужил свое название. Подобные мы видим в словах Исава, который говорит «Не зря его назвали Яковом, потому что он обхитрил меня уже дважды». Обхитрил меня Яак и Жени, это тот же корень, что Яков. То есть, характер Якова, он хочет сказать, соответствует его имени, которое дали ему при рождении. Когда он его перехитрил, он говорит «Не зря тебя так назвали Яков, потому что ты меня Яков и Вени перехитрил». И такое довольно часто встречается в Танахе. То же самое Вавилон, кстати говоря. Бавель в Торе сказано, что потому что там было смешение. Бильбуль, Балай, смешал там языки. Но все знают, как раз и археологи тоже, что Бавель от слова Баб-Эль, врата Бога. То есть там был какой-то языческий культ глобальный, и поэтому он так назывался. То есть это как раз даже сейчас Баб-Эль сохранилось такое слово в арабском. Более сложный вопрос скрытый проблеме хронологических несоответствий это вопрос о том, как была записана Тора. Источник Тора Всевышний, а передана нам через Моше. Остается только вопрос, какой объем текста, который был передан нам от Моше. Есть текст, или там без каких-то нескольких стихов, или же там какие-то были детальные изменения, кстати говоря, об этом тоже в Талмуде есть история, как находят три свитка, в них разночтения, они голосованием решают, какое там слово выбрать. не голосованием, а по большинству. По большинству. Но не голосованием, по большинству свитков. По большинству свитков. Да-да-да, конечно, а не голосованием. И тогда вопрос, собственно, ну понятно. Рамбан и Рамбан назвали основным принципом веры признание того, что все стихи Торы, как они есть перед нами, пришли нам от Всевышнего через Моше. С другой стороны, некоторые видят в комментарии Рава Авраама и Бенезра на начало книги Дворим намек на то, что некоторые стихи были написаны после Моше. Действительно, последние стихи, в которых описывается смерть Моше, по логике он не мог их записать. Многие обсуждали, как сам этот вопрос, что не вся Тора написана Моше, так и правомерность его постановки. Однако, все это не касается факта божественности Торы и ее небесного происхождения. Этот вопрос связан лишь с тем, каким образом Слово Бога передано нам. Поэтому библейской критике здесь абсолютно не за что зацепиться. И даже в Талмуде, в трактате Баба-Батра есть разногласия о том, кто написал последние восемь стихов Тора, Моше или Йошуа-Бенун. Они об этом спорят, но при этом ни одна из сторон не называет позицию другой еретической. Так что это совершенно нормально. Кем была записана Тора, Моше, большая часть, последние стихи могли быть добавлены Йошуа-Бенуном. Потом могли быть какие-то детальные разночтения. Мы видим вот эта буква Ют, которая продлевается по этому слову ГУ. Мы читаем как ХИ. Есть какие-то детали, ошибки переписчиков. Все это возможно, но это никак не опровергает то, что Тора дана с небес. Это только детали, каким образом она дана и как этот процесс передачи переходил. Так, у меня все. Есть какие-то вопросы? С моей стороны все. Мне кажется, что мы вполне конструктивно рассмотрели и есть очень важные выводы есть. Очень существенные. Поэтому мне кажется, что все окей и на этом можно завершить сегодняшний раз. Я хотел бы, если можно, просто одно замечание, но тоже с очень осторожно говорю. По-моему, можно сказать религиозному опыту, скажем так. Стандартная, по-моему, все-таки ситуация, что люди в религии основная психологическая задача это найти некоторую точку опоры. Это найти что-то, что дает успокоение в жизни. Найти что-то, что избавляет тебя от всяческих сомнений, которые присутствуют в человеческом существовании. Поэтому вот этот расклад такой, что все те, кто приходят и вносят какую-то сумятицу в мой вот этот наложенный мир, правильно? У меня все нормально, я знаю, что надо делать правильно, тогда будет правильно. Человек находится в некотором миссберге, в некотором премии. И все то, что его оттуда сдвигает, воспринимается очень негативно. Это естественно, но это вопрос психологии. Раф Ширке, мне кажется, его главная задача, 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 но я не хочу сказать менеджера, это неправильно, задача, задача, ну как бы увеличить сторонников своей партии. Он видит, что наше время, да, есть много людей, которые, как бы, они нормальные, они не атеисты, но их смущают какие-то эти несоответствия. И он пытается, значит, каким-то образом эти несоответствия снять. Но в большинстве случаев, мне кажется, что эти, то, что он делает, это выглядит, на мой взгляд, достаточно искусственно. Вот, вот это мое ощущение. Может быть, я не прав. Не знаю. Ты знаешь, Натан, таким вопросом занимался еще Майманит. Вот у нас есть наши сторонники, они растеряны новыми доводами. Да-да-да. Да-да-да. Да, это все совершенно, то есть, это не то, что Раф Шерки неожиданно этим занялся. Это некая классика, я бы сказал. Да, 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 сто процентов. Но, просто нужно понимать, что действительно, надежда, что мы получим себе уютный мирок, это надежда неправильная. И вот это очень важный вывод. Правильно. Я с этим совершенно согласен. Это получение уютного мирка. Я с этим совершенно согласен. И вот это, мне кажется, самый главный камень преткновения между людьми, которые, ну, скажем так, находятся, не хочу сказать, в религии, но в религиозном ощущении, да, которые нашли, довольно банально звучит, но приходится так округлять, да, нашли какого-то большого босса, который может все управлять жизнью. Ну, наконец-то, наконец-то я снова маленький человек. У меня была мама, папа, все. Теперь у меня, наконец-то, есть большой босс. Я знаю, он написал. Вот есть инструкции, как действовать в жизни. Все нормально. Поэтому, естественно, с их точки зрения всегда очень агрессивный подход ко всем этим вещам. Ну, что вы начинаете про это думать и все. Хотя таких вещей, на самом деле, их очень много. Действительно, очень много. Возьмите сегодняшние вот эти последние разделы. Митсура, Тазрея. Я все время перевожу, ну, как бы слежу и даже сам перевожу комментарии Рава Шерки. Он пытается все время найти в них, но я не хочу сказать для нас, найти для людей, как бы простых, найти что-то, чтобы говорила, а да, в этом есть смысл. Потому что, когда ты читаешь с точки зрения современного человека по простому пшату, ну, просто непонятно, огромное количество текста занимается вопросами, не имеющими никакого отношения к современному. Окей? Окей. Я согласен с твоей критикой и очень важно, что вот эти надежды на большого босса здесь надо оставить. Да. Сто процентов. Сто процентов. Это называется, у меня такой термин, я придумал уже лет двадцать назад, а то и больше, пост-атеистическая религия. Да. Муда посткфератит. То есть, пост-атеистическая религия, это не то, что я знаю, что атеизм можно опровергнуть. Атеизм имеет свой смысл. И пост-атеистическая религия берет в учет и расчет и соотносится со всем этим атеизмом тоже и с критикой тоже. Поэтому, как есть пост-атеистическая религия, так и есть пост-библейно-критикуемое изучение Танаху. Да, наверное, так, смотри, я еще одну вещь скажу, которая тоже давно как бы у меня на сердце. Смотри, я могу сказать, перед нашими глазами, имея в виду как минимум тебя и меня, но очень может быть, что это еще из присутствующих действий, которые будут смотреть это оффлайн. на наших глазах у нас с тобой, да, достаточное количество друзей, которых мы знаем порядка 40 лет, правильно? Да. Я не буду там по именам называть, Витя Фурбин. Не знаю, да, да, да. Люди суперинтеллигентные, люди суперинтеллигентные, суперкультурные, у которых мозги, грубо говоря, они совершенно не хуже меня, наоборот, они в десятки раз лучше меня. Мне все время и тогда, и сейчас приходит в голову одна и та же самая мысль, что если это так все просто, почему он ходит без кипы? Почему он относится к нерелигиозным? Значит, это означает, что доказать так просто 2G24 это невозможно. Невозможно. Да, я полностью с тобой согласен. Окей. Окей. На этой замечательной ноге, мне кажется, разумно закончить сегодняшнее обсуждение. Всем спасибо. Окей. Давай. Суроку. Все. Ну секунду. Важно.